Это тот редкий случай, когда сотрудников ДПС, участникам аварии, не пришлось дожидаться. Экипаж находился на перекрёстке. В момент столкновения тут же вызвал скорую для мужчин из Лады. Прибывшая на место бригада оказала им помощь на месте. Травмы, да, лёгкие степени, ушиб коленного сустава, другого, ушиб грудной клетки, ушибленная ссадина, углоглазичная густая. В больницу пострадавшие ехать не захотели, а водителю Рено Сандера помощь и вовсе не потребовалась. Его от травм даже лёгких уберегла раскрывшаяся подушка безопасности. За помощь у него? Всё нормально, ничего не болит. Все участники предпочли остаться на месте и попытаться выяснить, что же случилось. Очевидцы, знакомые мужчины с 14-й, рассказали, что во всём виновата некая Тойота. Тойота вот оттуда вышел, не знаю, убежал. Ага. Он помешал вот этой 14-й, получается, да? А он гонял где-то 130, я сзади него ехал, 130 машин было. Если Тойота и была, то, вероятно, скорость её была ещё выше, потому никто её больше и не заметил. Ни другой участник ДТП, ни инспектора ДПС, стоявший на перекрёстке. Я не видел никакой Тойоты. Я там жил, она всегда в Казани. Вам про Нелоне рассказывали. Подрезал туда-сюда. История о таинственной Тойоте не поможет мужчинам из 14-й, если видеокамера на перекрёстке не подтвердит их рассказ. В этом случае они не только не получат компенсации, но и им самим придётся раскошелиться на ремонт Рено, ведь страховой выплаты может и не хватить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!